Привет, чуваки! Привет, девушки! Привет, как дела мои дорогие у вас? В Ильновропа надо сказать привет, девушка. Вначале девушкам надо здороваться. Сейчас еду, надо посчитать один гаражик здесь. Ну, такой автосервис, типа на два бокса. Хочу, чувак, сделать. Мне надо съездить к Сашке и потом вместе с ним посчитать здесь у нас. Хочу построить, говорит, его. Старый надо снести гараж, построить новый на два бокса, на две машины и плюс еще такое место, где рабочие, такой Верхштадт, немецкий. Ну вот, надо все сделать, сейчас съезжу. И хотел записать ролик, запилить, сегодня пятницу. Ура, ребята, пятница! Я 15-го числа, 16-го числа, это следующая пятница или когда, через две недели. Я уезжаю в Гарта, на Гарта, в Виталию. У меня прилетает мама и племянница, моя племянница Виктория, она будет у меня оставаться. Будет у нас жить, представляете? Мне надо ей будет помочь устроиться на работу, сделать ей все документы и устроиться на работу. Помочь здесь в Германии. Она в Латвии работала, там в университете училась, там все делала. Это моя сестры, дочка. Ну вот, такие вот дела. И пойду неделю, там с мамой еще моя прилететь. Давно я маму свою уже не видел. Съезжу с ней вместе на Гардезе. Она не была ни разу, моя мама вот там, ей понравится, я думаю, надеюсь. Мы сняли на Гардезе, там в одном месте такой дом, трехэтажный домик такой сняли. Ну, такой старый итальянский, такой классный дом. В горах там, в Альпах, наверху. И будем днем тогда съезжать на машине вниз. Какие-то 7 минут где-то надо будет. Тогда Лимона, Сульгарда я буду. Там такой хороший пляжик есть. И там будем купаться, туда все плавать. И потом вечером наверх. Закупим мясо. Я купил всякие такие холодильники. Такое сзади, что с собой взять. Потому что я буду из Германии все это закупать. Там большие дорогие цены, нафиг мне это надо. То есть мы не в отеле будем оставаться, а в доме. Сняли дом. Потому что мне надо собаку брать, понимаете. В отеле это все трудно, это то. А так мы со своей, ну, с моей семьей, то есть я со своей женой, моя мама, еще моя племянница, Хула, моя собака. Тогда нам будет интересно просто в доме посидеть. Никого там нету, никого не будет. В округе только мы. И будем кайфовать. Я тогда накуплю здесь в Германии мясо, всего. Там есть гриль, тогда буду жарить, там всякое дело. Вкусняшки всякие. И так тусоваться. Одну недельку конкретно отдохнем. Классно как угодно. Ну вот. Погайфовать. Сегодня пятница. Надо мне попробовать. Я хочу сделать обязательно стрим. В эти выходные сто процентов я сделаю стрим. Я думаю, что суббота или воскресенье попробую сделать. Может быть суббота даже. Вот. Но я точно сделаю. Я выставлю. И точно сделаю. И буду отвечать на ваши вопросы. Потому что я все время обещаю, никак не отвечаю. Я пытаюсь в ВКонтакте захожу. И тогда пытаюсь быстро отвечать, отвечать, отвечать. Когда я начинаю отвечать, сразу мне опять же начинают еще больше вопросов задавать. И мне там все залито, целая куча. Мне надо какой-то... Ну я посижу, в общем, отвечаю на все вопросы. Еще что я хотел сказать. Есть такой в Германии канал. Ирина Тореля такая снимает. Классная девушка такая. Она под Франкфуртом там рядом в Маньце живет. Она сама из России, сибирячка, переехала в Германию. Вот. Она переехала там. У Пэйрс такая. Ну типа бейбиситтер. Там смотрела детей. Там сейчас у нее вот парень. Такой русский немец. В общем, они уже все вместе тут живут. Я не знаю, она вышла за него замуж. Наверное, да, да, да. Вышла. Вот. И они вместе живут там. И она тоже пишет ролики, записывает и делает офигенные ролики. И она все рассказывает конкретно про Германию. То есть, как там, чего там. У нее очень интересные ролики. Поэтому, если вы хотите, например, сюда приехать там учить или еще как-то, вы можете смотреть у нее и ей задавать эти вопросы. Она все конкретно вам точно отвечает. Вот. И сделаю стрим, запишу. В общем, линк внизу в description я положу. Ну вот. Что еще хочу сказать? Еще хочу рассказать. Такое дело. Ну, я сам, я все время, я всю жизнь работаю на стройке, так можно сказать. Ну, не всю жизнь, ну да, всю жизнь я работаю на стройке. Я все время какие-то, что-то делаю, какие-то бизнес, притаскиваю в Латвии, когда я жил. У меня в Латвии много немцев друзей. Такой у меня есть Аксон, там, Аксон Фукс. В Риге живет он немец. У него жена из Украины, украинка. Они в Латвии живут вместе. Ну вот. Он уже сейчас пенсионер, правда. Вот. И он тоже инженер, там, в общем, еще, там, еще. У меня немцы, немцы. Такое. В Латвии до хрена. Я из Германии притаскивал фирмы в Латвии строительные. Там такие дорожные фирмы, Матай, есть одна была, там, мы тоже делали ее, крутили, пытались на латвийский рынок, там, все сделали. Ну, мы ее достали, в общем. Она сейчас работает в Латвии. Она вообще громадная. У нее 800 миллионов в год обороны. Матай, такая фирма называется. Ну вот. То есть я все время работаю на стройке. Но по-настоящему, я вам скажу, я ненавижу стройку. Я ее ненавижу. Она все время вылезает. Я не хочу. Я не хочу что-то другое делать или как-то. Я все время пытаюсь с нее слезть. Ну как, я в Латвии, когда я нажинал, я тогда был такой коммерческий директор, коммерческий директор. То есть я там отвечал о финансе, там и то, и всякие такие дела, то есть. Но в основном моя работа всегда заключалась доставать работу для строительной фирмы, то есть. Я все время ищу объекты, то есть ищу проекты. И так я уже работаю много-много лет все время. Так же я и для этой Матай находил, для этой большой этой строительной, там, километры дороги, там, ну, дороги строю. Ну, я так посчитал, что в Латвии было бы хорошо, чтобы немцы строили дороги, а то в Латвии плохие дороги. Но сейчас они уже лучше, улучшаются, сейчас уже очень хорошие становятся. Те, которые новые строят, если еще до хрена что-то надо делать, но в Латвии есть такой график, то есть он построен, как надо все дороги ремонтировать, и все время она, то есть идет этот процесс. Многие, которые в Латвии живут, говорят, ой, плохо, там у нас плохие дороги и там что-то такое. Да, я понимаю, но ни одна страна в мире, даже Германия не может взять и все построить. Ну, а в Латвии есть такой, сделал полностью, есть график такой расписан, какие и когда дороги должны строиться. То есть все проверено, полную проверку всех дорог сделали и знают, что чего, плюс строятся новые огромные шоссе, там мы сейчас построили вообще 70 километров. И в Латвии это очень много 70 километров, вы должны понимать, что это уже, можно сказать, с одной стороны в другую сторону Латвии можно проехать. такие там, ну вот, я тоже там снимал, ездил, в общем так, такая строгая. А сам я больше всего строгую ненавижу, но я люблю ужасно сильно, как вы понимаете, ролики снимать, музыку делать. У меня был самого, было в Латвии, когда я был радио еще в детстве, со Славиком, мой лучший друг. Слава, привет! Славик, мой самый офигенный друг, мы еще с ним в детстве, в восьмом классе мы с ним встретились, мы уже замутили в Сигл, где радио сделали свое, где-то на что-то выменили, радио этот самый передатчик, ну вот, то есть нам Сашкин батя сделал. Сашка умер, бедня, ну вот. Сашкин батя нам сделал передатчик, короче, мы передавали, мы сделали, радио плюс назывался у нас, у нас были тогда магицы, диски вообще тогда не было, чем тем временем. У нас был двухкассетный магис, там целая куча кассет, разных записей мы переписывали, там передавали, там делали радио, короче, во всего, ну вот. Потом у нас, короче, все это радио накрылось, конечно ну что там, у нас даже свое помещение было под радио такое офигенное. В общем, там все было серьезно, я вам говорю, для тех, для тех Готковских, у кого там тогда было, там было очень очень серьезно. Ну вот, потом опять все туда пошло, потом интернет появился, интернет, радио, и у меня сейчас тоже еще недавно было, ну как недавно, уже лет пять-шесть назад, я уже, короче, был уже политикой занимался, да, и мы сделали в центре Риги, с Костей, там еще Костей был, Слава тоже опять же там потом проводил. Мы сделали такое уже серьезное радио, интернет-радио, но все равно очень серьезное. Короче, в центре, самого центра города, рядом с гостиницей Латвии, ну полностью в самом центре вообще, рядом Turkish Airlines у нас было, короче, мы сделали, ну мы там все время там звезды приходили разные там, ну мы там все время бухали, точнее я там, ну я тоже вообще-то, если честно, бухал. Мне спрашивали, как ты относишься к алкоголю, плохо я к нему отношусь, ну как, ну я тоже люблю и по выходным некоторых раз поддаю немножко, вот, сейчас последние выходные, опять не последние, а предпоследние, или какие-то там, в общем, почти четыре раза бы я бухал, одни выходные, вторые, третьи, четвертые, один месяц, можно сказать, бухал каждый выходной, ну вот, я плохо отношусь к алкоголю, не надо эту алкоголю подруглять, ну вот, то есть, все время я так люблю, мне это на душе лежит, все время музон, тусовка, юху, так делать, то есть, я люблю, и там к нам звезды приходили, потом тусовали, всякое делали, ну вот, и все, потом, в общем, закрыли тоже это радио, до свидания, потому что оно не приносило, там у нас был, мы взяли одного такого диджея хорошего, но, к сожалению, надо было дольше там раскручивать все делать, оно не приносило, все это превратилось такое, не очень то, что надо было, я не мог там быть на месте, я вообще там проезжал раз в две недели, такой проезжаю, там деньги даю и бухаю, и все, ну вот, а сейчас с Никой я с этим познакомился, и мы, короче, будем делать, наверное, в сентябре или в конце августа, мы с ним договорились сейчас, раскручиваем, планы нельзя рассказывать так вообще-то, ну пофиг, я так немножко вам расскажу, короче, клубешник, сегодня я иду вечером, в один клубешник называется Бункер, это место, это помещение, оно сдается, мы можем ее снять, она стоит 500 евро за ночь, и мы хотим замутить, мы хотим замутить пробную тусовку сделать, короче, делаем сейчас флайер и все там подготавливаем, ну вот, и будем делать дискотеку свою, диджея там договорились, бухло, Нико, у него есть лицензия, он может бухло продавать, но мы будем продавать по-другому немножко там делаем, короче, и просто, не то, что заработать, чтобы деньги, а то, что замутить дискотеку, короче, клубешник мы хочем, у меня опять созрел план, я хочу так, потому что я тогда с удовольствием это буду делать, и стройка мне так не нравится, но я ее делаю, чтобы деньги заработать, ну клубешники хреново так, ну, клубешники вообще-то можно деньги заработать, но надо уметь, но в Германии это труднее, я знаю, что в России вообще клубы это вообще офигенно прибыльное дело, в Германии так нет, потому что молодежь немецкая, она не хочет идти в клубы, они лучше в бары идут, сидеть, побухать, я их тоже понимаю, потому что я тоже, например, не могу идти в клубешник, потому что слишком громкую музыку, я не могу с человеком поговорить, ну вот, а мы такие технаер, там, рэйв сейчас попробуем, такое лучше сделать, ну вот, и я хочу опробовать, и если у нас это пойдет, у меня есть один такой Олег, парень такой, Олег Говгий, из Латвии, он такой белорус, но у него такой конкретный Тайлор бар есть, он еще в Лондоне открыл, я ему хотел тоже продавать здесь, мы ездили, смотри, там один клубешник здесь в Германии, но там не получилось, и у него, он в Лондоне еще открыла, и у него в Латвии, там в Лондоне, такой коктейльный bar в Лондоне есть, ему понравилось, он говорит, в Европе хорошо идет, ему понравилось, то есть пошло, ну вот, и если у нас пойдет, мы один раз попробуем, второй раз, третий раз, если пойдет, я ему не хочу предложить, может быть, здесь где-то, потому что я с ним говорил, он говорит, если что-то есть, да, пожалуйста, он может до 300 тысяч, может даже побольше что-то подкинуть, то есть денег, хочет такое сделать, потому что он этим занимается, всё время. не хочу попробовать может быть такое посмотрю я по-настоящему это все только фантазия фэнтези лэнд понимаете у меня только фэнтези но мне так это нравится я так это хочу мне вообще мечта бы была конкретно где-то в испании знаете где-то в андалузии там мало как вот там вот где-то мало мало в андалузии конкретно забубенит конкретный клубешник и рестик такой хороший и все и там где дожить понимаете нормальный клубешник все время там сезон когда он почти может почти каждый день работать этот клубешник понимаете ну и такой хороший приглашать может тогда звезд классный можно из россии делать тусовку чтобы приезжали там звезды разные здесь везде всякие крутые диджеи то есть можно конкретно в мультфильме нравится я офигенно люблю это делать потому что мне нравится и сам ты тусуешься ну по-настоящему когда ты делаешь я делал парочку такие дел конечно же такие концерты из строила я будил уже мгорячьи там это такая тусовка ты сам потусоваться не можешь когда ты организатор то есть и все время там очень много работ из разные надо смотреть много драки всегда наркота там торгуется и всякое такое все время надо приглядывать вы не может может от вилала cure выход показывает он сидишь то барин набухался сам подобный Hartа сущ我 я король ци совки сидит и вокруг тебя нет такого нет под конец уже когда заканчивается Тогда, конечно, да-да. Девки тоже есть, что вокруг тебя девки, это тоже, конечно, что если знают, что ты организатор, ты крутой, ты крутой, тогда да. Не знаю, почему, но да, так. Есть. Но по-настоящему это тоже такая сложная работа. Ну и мне это так нравится. Ребята, я не знаю, как будет у нее прям. Мне нравится она очень, это работает. Ну вот, и поэтому я решил попробовать. Все фантазия еще, все еще фантазия. Ну мы уже конкретно уже все договорились. То есть мы эту сумку проведем. Сегодня я пойду туда, посмотрю, как они вообще там делают. И мы уже забили. То есть место мы уже можем. Или в августе, ну вот. Но мы так подумали, что в августе все уезжают отдыхать куда-то. И поэтому лучше конечно не в августе ехать туда, а лучше туда ехать а лучше туда ехать, фу, проводить эту штелу, то есть в сентябре где-то. Начало сентября или самый конец августа, когда уже все вернулись. Ну вот. Вот такие вот дела. Вот такое вот ролик я рассказать хотел вам. Свои новые фантазии, которые я хочу. Если у меня получится, один раз я сделаю, второй раз я сделаю, третий раз я сделаю, четвертый, пятый, шестой. И когда уже буду чувствовать, что есть уже силы, я чувствую силы. Или как в латышеском говорят, ассумскаллос. Остроту в костях. Когда я буду чувствовать. Это такие худые, которые нету мускула, и говорят, у меня острота, костяк. Когда я ее почувствую, тогда я буду смотреть, может быть, думать. Потому что этот Олег, который есть, он такой реальный парень, офигенный такой белорус, конкретный военный, там, офигенный он такой. Мне нравятся такие люди. Ну вот, закалки такой. Человек-слово, так сказать. Ну вот. Он тогда тоже, он может, ну тоже мы можем здесь найти какие-то, хотя здесь у нас в Ульбе очень трудно, чтобы найти, может, лучше Мюнхен или где-то еще. Ну, лучше, или, конечно, здесь. И замутить такой глубежный классный. Вот такие вот делечки, ребята, рассказал. Я вам все тайны, все секреты свои. Я просто поделился. Ну вот. Все, еду я считать. И все, приятных выходных вам. Надеюсь, что вы сегодня хорошо отдохнете. И завтра, и в воскресенье. Надеюсь, будет хорошая погода. Идите купаться, отдыхайте с семьей, с женой, подарите женщинам свои цветы, мужики. А вы, девушки, сделайте что-то вкусненькое своему мужику. Сейчас придет, наверное, с пятницы, уставшись с работы. Классно будет отдохнуть. Ладно, ребяточки, спасибо, что смотрели. Ставьте лайки. Обязательно все ставьте лайки. Здесь лайки не надо ставить. Не забудьте поставить. Я кайфую от лайков. Офигенно. Мне очень нравится. Мне говорят там, о, у тебя мало лайков. Давай посмотри, там есть какие-то такие службы, типа можешь заплатить деньги, тебе лайки поставить. Я говорю, нет. Мне, ребяточки, если я когда попрошу, поставьте лайки, тогда все оставят. Мне не надо ничего. Все, ребяточки, большое вам спасибо. И чеу, пока, ребята. Чеу. Субтитры сделал DimaTorzok